Изучение правил дорожного движения входит в обязательную школьную программу. С самого раннего возраста для ребят проводят познавательные занятия, чтобы дать необходимые теоретические знания. А вот для проведения практических занятий привлекают сотрудников ГИБДД. На одном таком уроке в Молоковской средней школе побывала наш корреспондент Лариса Вольнова. 4 апреля для учащихся младших классов проводилось занятие по изучению правил дорожного движения. Как оказывается, увлекательно изучать правила безопасности в наглядной форме, да еще и под руководством сотрудников ГИБДД. Началось занятие с изучения дорожных знаков. Ребята активно включились в обсуждение темы, показывая свою заинтересованность. Инспектор дорожного движения отметила, что детей с самого раннего возраста необходимо учить не только правилам дорожного движения, но и наблюдать и ориентироваться. В наш Молоково поселок, здесь как таковой нету светофорных объектов, здесь дорога достаточно проблематичная, поэтому детей именно в населенных пунктах нужно изначально приучать к тому, что осторожность – это первое, что должно у ребенка быть. Осторожность и забота о своем здоровье и жизни. Помощь в пропаганде безопасности дорожного движения сотрудникам ГИБДД оказывают ребята из отрядов юных инспекторов дорожного движения. Белла Елеовская – одна из них. Выступая на занятии, она поделилась своими знаниями со школьниками. Огромную и плодотворную работу проводят такие отряды всех наших школ, районов. А в нашем районе 19 школ, и во всех школах созданы юидовские отряды. Во всех школах проводится вот такая замечательная работа, которую мы сегодня посмотрели. Мы должны были провести игру, загадки я должна была детям рассказать, они должны были отгадать. Ну и как все представления, мы много выступаем, показываем, все говорим о ПДД, рисуем тоже. Много чего проводим у них. Светофорному регулированию движения транспорта и пешеходов, а также значению сигналов светофора, малышей обучали путем вовлечения в подвижную игру – красный, желтый, зеленый. Мне очень понравилось то, что мы играли вместе с экспекторами пешеходного. Ну и все. Мне понравилось то, что подарками, то, что нас научили всему, многому, то, что пешеходы, подземные переходы. Учащиеся третьих классов показали первоклашкам сценку на путстве о том, как надо вести себя на проезжей части. Я был врачом главным. Мне очень понравилось так выступать. Мы показывали этот спектакль детям для того, чтобы они понимали, как опасно играть на дорогах, что это может обернуться несчастным случаем, что могут разбиться. Нельзя играть на дорогах, потому что нельзя там бегать. И нужно переходить осторожно дорогу, чтобы не попасть под колеса. Ребята остались очень довольны необычным занятием. Кроме новых знаний, они еще и получили подарки, с помощью которых дальнейшее изучение правил дорожного движения будет более интересным и увлекательным.